Всех приветствую на нашем канале. Сегодня у меня Huawei P7. Будем менять дисплейный модуль. Модель P7, L30, L10, P7, L10. Заказали вот такой дисплейный модуль очень тонкий. Разъем дисплея. Тач вот здесь соединяется, присоединяется к шлейфу дисплея. Итак, давайте снимем. Давайте для начала снимем пластиковую крышку. 250 градусов я выставлю на фене. Не сильно плотно крышка приклеена к рамке самого телефона, поэтому сильно нагревать не надо. Это одно единственное неудобство. Съема данной крышки. Очень мелкий зазор вот здесь вот между рамкой и крышкой, поэтому инструмент должен быть очень острым, чтобы подлезть. Так вот бесследно подцепить ее. Дальше уже проще по периметру. Еще прогреем немного. Почти сняли. Итак, давайте попробуем много дисплейный модуль соединить. Включаем смартфон. Huawei Accent. Дождемся полной загрузки. Появился цветочек, телефон загрузился. Вроде все работает. Поверим кнопки. Нижние. Можно менять. Включаем телефон. Отстегиваем разъем аккуратно. Давайте сразу снимем батарейку. Чтобы не коротнуть чего-нибудь. Опа! Металлическая заглушка была. Вот я ее нашел. Лихо отлетела. Отстегиваем батарею. Давайте снимем эту батарею. Пару раз разбирал данный телефончик. И помнится мне, что разъем находится под батареей. На совесть приклеили китайцы. Аккуратно снимайте без повреждения обшивки. Как-то так. Погнули, но ничего страшного. Такой большой скотч под батарейкой был. Вот он наш шлейф дисплейного модуля. Ну, я думаю, можно снимать дисплейный модуль с другой стороны. Подсовывать шлейф, проклеивать крышку. В общем, ничего сложного. Ничего необычного. Повысил температуру. Поставил 350 градусов на фене. Зазора почти нету. Поэтому иногда очень удобно работать с такими заточенными острыми инструментами. С помощью которых можно подлезть в любой зазор. Сыпется стекло. Ломается инструмент. Так, вот надеваем дисплей. Так, вот здесь вот решетка. Металлическая решеточка верхнего динамика. Судя по всему, на новом дисплейном модуле ее нет. Поэтому... Да, нету. Поэтому... Не оставьте ее без внимания. Деталь мелкая. Вот так вот. Дисплейный модуль проклеен силиконом. Это уже не скотч. Греем внизу. Так. Соединяем здесь. Вытаскиваем дисплейный модуль. Так. Зачищаем поверхность. Так. Зачищаем поверхность. Видите, такой вот силикон. Трудно снимаемый, конечно. Конечно. Трудно снимаем. Считаем поверхность. Трудно снимаем поверхность. Красавчик-мешных. Все. Решение. Шипом. Трудно. Зачищаем поверхность. Похот. Незидно. тщательно очищаем потому что тачскрин очень тонкий вот место посадочная куда он садится вот сюда смотрите здесь меньше миллиметра то есть и сажать мы его будем на один слой двустороннего скотча поверхность должна быть чистой чтобы не осталось зазора итак зачищаем проклеиваем двусторонним скотчем берем мусор не очень приятно работать на стеклах зацепил рамку немного чего делать не стоит на двусторонний скотч конечно удаляется намного проще вот вроде все готово проклеиваем нашим скотчем здесь можно взять сразу три миллиметра итак я ставлю на паузу потому что я думаю всем все понятно как и чем проклеивается продолжаем снимать все проклеено удаляем бумажки с поверхности скотча составляем дисплейный модуль составляющая у нас была сверху металлической рамки составляем модуль все должно быть плотно не должно быть никаких зазоров если что-то села не так лучше поднимите исправьте бывает такую что куски стекол попадают на двусторонний скотч и образуются щели все красиво села здесь у нас имеются отверстия совмещаем с отверстиями укладываем шлейф застегиваем вот это вот я не знаю что такое они вывели сюда землю так забыл поставить металлическую решетку аккуратно сейчас мы аккуратно подлезем вставляем поэтому если вдруг забудете а лучше не забывайте то не отчаивайтесь вставить можно рисуем как следует сильно давить тоже не надо заклеенный бренд как обычно и так ставим обратно батарейку заглушка включаем телефон смотрим что у нас крышкой боковины вроде нормальная единственное вот этот скотч можно заменить сюда можно не помешает если мы наклеим новый двусторонний скотч этот уже пришел в негодность и И так. Давайте немного прогреем двусторонний скотч на крышке, который у нас, чтобы восстановить его клейкие свойства, хотя бы немного. Ставим крышку обратно. Прессуем сверху мягкой тканью лучше всего. У всех есть вот такие тряпки, наверное, которые идут в комплекте с протекторами защитными для дисплеев. Продолжение следует. Все работает, все в порядке. И так, друзья, только что мы поменяли дисплейный модуль на Huawei P7. Всем спасибо за внимание. С вами был Дов. Подписывайтесь на наш канал. Всем удачи в ремонте. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова